Неделя Иова Во вторник я в Бургасе работал И перед работой я обычно бегу в овощной магазин И покупаю продукты домой в Варно И вот выбежал, немножко был такой разогретый Был очень сильный ветер И меня, короче, продуло И так продуло, что Ну, просто там, как, скукожило всего Что потом ехал домой в Варно И вече усещал, че се спотявам Понятно, что как-то так Любой малейший ветерок И с двери машина открываешь машину Еще дополнительно дает какие-то такие охлаждения И следва всякий един ветер, который имаше дори малок Даваше по силно охлаждение Короче, пока доехал домой, хорошо себя, ну, застудил И когато се прибрах в Кыши, много силно настинах И на следващий день просто свалился И на следващий день не можах да правя нищо вече И со мной редко такое бывает Много редко това се случва с мен В среду было молитвенное служение В среду имаше молитвена служба Но я на него даже спуститься не смог Но дори не успял до слеза Так было тяжело Жуткая интоксикация Страшная головная боль Силна болка в головата До сих пор голос не восстановился Глаз от него аж не се восстановил напълно Извиняюсь сегодня за мое такое пение Зато вас извиня вам за мое тупение днеско Осипшим голосом С таков глаз Но получил хорошее откровение Наставление такое И сегодня я хочу этим поделиться И днесеском да сподолет вас вас Давайте мы вместе откроем Псалом 45 Дотворим 45 Псалом Со 2 стиха Вот 2 стих И здесь написано Бог нам прибежище и сила Скорый помощник в бедах Винаги испытана помощь в напасти Посему не убоимся Хотя бы поколебала земля И горы двинулись в сердце морей Пусть шумят А кой да бучат Вздымаются воды их Да се волнуват водите им Трясутся горы от волнения их И планините да се трясут от надиганету им Речные потоки веселят град Божий Святое жилище Всевышнего В светото място Където обитава Всевышният Давайте на этом приостановимся Да спрем малко тук Вот мы поем Не пеем Мы прославляем Бога Прославляем Бог Знаете вот сегодня Группа прославления потрудилась Днеска группата на хвалението Се потрудила Вела нас в поклонение Ча не введе в поклонение Для этого мы уходим в церковь Чтобы подкрепиться Чтобы быть вместе Да будем заедно Иисус Христос неспроста основал церковь И Он сказал, что там, где двое или трое Собраны во имя Мое Вече съм там Скажи уже Посреди нас Он уже посреди наших сердец И это неспроста Дома как-то такого не получается Чтобы вот так призвать имя Господня И чтобы так Бог быстро отвечал Бог не создавал церкви Чтобы каждый собирался поодиночке Ну вот нет такой заповеди Можешь в церковь не ходить Сиди дома и молись Можешь да сидишь в крыше и да молишь Есть такое место в Библии И моля такого места в Библии Иисус Христос призывает нас Собираться вместе Иисус Христос не призывал Да с Сибирами заедно Поэтому Он благословляет собрание Собрание святых Собирание на свете хором И тогда помощь приходит Довольно быстро Затова и това галопомощта идва много бързо Написано скорый помощник Пишет, че винаги е спитана помощ на пасти То есть помощь приходит очень скоро Помощта идва много бързо Даже не так как приходит скорая помощ Дори не толкова бързо Колкото идва спешното Скорая помощ может прийти к тебе Через 4 часа Хотя она называется Скорая помощ Недавно кто-то Позвонил в скорую помощ И им сказали Вие двасата в очереди И те казаха, че вие сте Двадцати наред Можете сегодня не дождаться Можете да не дочакате днес Бог вот так не поступает Бог не поступва така Когато се събират двама или трима Призвават имя Господне Призвават имято на Господ И молятся Отцу И се молят на Отец В имято на Господа Иисус Христос Помощта идва много бързо Оно уже приходит Ча вече идва То есть в духи мы это уже получили В духа вече получаваме Остается только там, чтобы вот так Во времени это реализовалось Остава само во времето да се реализира това И ангелите на Господ вече се трудят Скажи на это Аминь И смотрите Вокруг землетрясение Воды шумят Вздымается водой Те се волнуват Трясутся горы Планеты се надигат Но эти речные потоки Они всего лишь веселят Божий город Но тези потоки Веселят Божий глаз Святое жилище Всевышнего Святото място на Всевышнее При Бога всегда все спокойно При Бога всичко е спокойно При Него При Бога всичко е стабилно В Нем нет ни тени перемен Няма ни досянка на промяна Вчера, днеска и вовек и същия Бог Он не меняется, правда? То не все променя Мы меняемся Целое поколение проходит Целое поколение Приминава У Бога один день, как тысяча лет И тысяча лет, как один день И хлияда години, как один день Шестостих Бог посреди Его Он не поколеблется Бог поможет Ему с раннего утра Вашумели народы Разволнувахася народите Двинулись царства Всевышний дал глаз свой И растаяла земля Господь сил с нами Бог Якова Заступник наш Вы знаете, Бог Якова Это очень серьезно звучит Яков это на самом деле Это старое имя Израиля Я бы так сказал Грешное имя Израиля Яков переводил живый Яков в перевод означавал Лжец Лукав Лукав И вот это место говорит Что Бог Он с нами Когда мы были еще грешниками Мы думаем Ну кто нас может принять вообще такими Но Бог нас возлюбил Когда мы были еще грешниками И доказал свою любовь Когда умер за нас Когда мы были еще нечестивыми И именно про это написано Бог Яков И за това пише Яков и от Бог Заступник наш Наш заступник Ты можешь сидишь и думаешь Я недостоин Може би сидишь и смислишь Че не си достоин Но написано Бог Яков Но пише Яков 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 тоже был недостоин Но Бог стал его заступником Но Бог е станал Неговият заступником Потому что Яков Научился призывать Име Господне Он схватился за него Правда ли? И говорит Не отпущу тебя Пока не получу Своего благословения Можешь сказать на это Аминь? Кажите аминь на това Хвани се за Бог Если у тебя чувство Такое Что вот Ну сегодня Чего-то не хватает Не достает Вцепись за Бога Хвани се за Бог Господь я не отпущу тебя Я знаю твою милость Я знаю твою благодать Я знаю Что ты все милосердный Бог Знаем Что ты все милосерден И долготерпелив Ты все еще долготерпиш нас И ты продолжаваш Да не терпиш Уповая на твоя милость И уповавам на твоя милость Я знаю Что я и сегодня Не достоин Но я знаю Что я и сегодня В твоей руке Но знам Что я и сегодня В твоей руке Я поэтому призываю Твою любовь Твоё святое имя Твою драгоценную кровь Твоя драгоценна кровь Чтобы ты Вступился за меня Чи да се заступиш за мен Бог якобы Заступник наш Видите как здесь написано Весь Псалом говорит о том Что он заступник наш И Целия Псалом Казывает Что он наш Не заступник мой Не мой А для того чтобы сказать наш Надо было кого-то собрать Правда Надо чтобы было какое-то собрание Да има някакое собрание И тогда он приходит сразу И тогда он уже посреди нас Девятый стих Придите и Видите дела Господа Какие произвел он Опустошение на земле Прекращая брани До края земли И сокрушил лук И преломил копье Струшава лук И сломява копье Колесницы сжег огнем И сгаря согн колесницы Остановитесь Млакнете и знайте И познайте Что я Бог Чи я сам Бог Буду превознесен в народах Что святое между народите Превознесен на земле Что святое Господь сил с нами Господь насилит из нас Заступник наш Якова Прибережьте и нам Якова веет Бог Слава Аллилуйя И вы знаете Вот этот Псалом Говорит о том Что обстоятельства Наших жизней То есть Псалом Казывает Что обстоятельства На наше живот Они могут Иногда так сгущаться Что человеку Может показаться Что все пропало По таков начин Че человек Может помыслить Че всичко Свершено Все сейчас развалится Че всичко Что все развали Вокруг воды Поднялись Земля трясется Но вы знаете Это Псалом Говорит О том Что если мы В духе Соединены с Господом То все Стает Очень стабильно Через дух Приходит Совершенный мир Совершенная благодать Совершенный покой И совершенная радость И совершенная радость Почему За что Потому что мы Уверены В ком-то За что-то Смыси Горни в някого Кто стоит Над всем Кой-то Стоит Над всичко И кто держит Все в своих руках И кой-то Держит Всичко В своей Рыце Скажи Аминь Кажете Аминь Над вам Вы со мной Сегодня Мы с Богом И очень важно Сказать Мы Не с Богом И много важно Скажем Не Давайте мы Откроем Притчи Соломона Четвертая глава Притчи Четвертая глава С десятого стиха От десяти стих Соломон Пишет Слушай Сын мой И прими Слова мои Слушай Сыны мой Прими Думы Тими И умнож Тебе Лета Жизни Смотрите Тайна Долголетия Очень важно Слышать Слово Божие И важно Чувать Слово Бога Но еще Важнее Принимать Принимать Свою жизнь Принимать Свою судьбу Потому что Многие слушают Но не принимают И тогда Это производит В нас Какое-то Благотворное Действие Лучше Всяких Лекарств Лучше Всяких Таблеток И Конечно Лучше Всяких Операций Это Лучшая Профилактика Всех Заболевания И Короткой Жизни Таинство Долголетия Я указываю тебе Путь мудрости Введу тебя По стезям Прямым Когда пойдешь Не будешь Стеснен Не будет Стеснен Ход твой И когда побежишь Не споткнешься Крепко держись Наставление Не оставляй Храни его Потому что Оно Жизнь твоя Смотрите Как серьезно Наставление Господне Это наша Жизнь Не вступай Не влизай В петеката На нечестивите И не ходи По пути злых И не ходи По пыта На лошади Оставь его Не ходи По нему Уклонись От него И пройди Мимо Потому что Они не заснут Если не сделают Зла Пропадает сон У них Если они Не доведут Кого до падения И сын Ги не хващат Ако не спинят Някого Ибо они Идят хлеб Безаконие И пьют Вино хищение Стызя Праведних Как светило Лучезарно Которое Более Более Светлеет До полного Дня Което Се Разведелява До где Станет Совершен Ден То есть Если мы В духе Поднимаемся Все выше И выше Ако В духе Се Издигаме Все По високо И по високо Приближаваме Все к Богу Все ближе И ближе То наш путь Автоматически Становится Все светлее И ярче И автоматично Наш путь Става Все посветел И посветел До полного Дня До Совершен Ден Путь же Безаконен Как тьма Пытят на Нечестивите И като темнина Они не знают Обо что Спотнутся Не знают От что Сиспыват Сын мой Слова Моим Внимаем И кричам Моим Приклони Ухо Твое Да не Отходят Они От глаз Твоих Храни Внутри Сердце Твоего Потому что Они Жизнь Для того Кто Нашел Их И Здравие Для Всего Тела Его Здравие Для Всего Тела Его Аз См Лекар И Периодично Провеждам Библиотерапия И Говорю Хотите Получить Здравие Для Всего Тела Искате Ли Да Получите Здравие За Ця Ну Конечно Ответ Всегда Положите И Винаги Казват Че Искат Няма Кой Да Не Искат Здравие И Тогава Отговор Звучи Така Тогава Читайте Слово Боже Исплывайте Се Святия Дух Читайте Псалтырь Чаще Славослов Господа Бога И Повече Казвайте На Бога Найдите Живое Собрание Святых Которые Находятся В Радости И Тогда Вы Найдете Источник Жизнь На Живод И Здравие Для Всего Своего Тела Читаем Дальше Больше Всего Хранимого Храни Сердце Твое Потому Что Из Него Источники Жизни Я Еще раз Прочту Больше Всего Хранимого Храни Сердце Твое Потому Что Из Него источники жизни. Давайте мы на этом остановимся. Важный стих. Это очень важный стих. Много важен. Потому что здесь поставлен такой очень четкий и ясный акцент. Больше всего хранимого. Все, что ты пытаешься сберечь в своей жизни. И Соломон тебе советует. Самое драгоценное. Это твое сердце. От драгоценного ничего не существует. Ради этого Иисус пришел на землю. Именно это Он называет драгоценной жемчужиной. Ради этого Он продал все свое имение. Образно, конечно. И купил поле. Аминь. Для того, чтобы, купив это поле, за да... Поле это, это все то, что кроме сердца. Поле то, това и всичко свят срецето. Это наша душа. Это все душевное в нас. Всичко душевное в нас. Душевное, земное и бесовское. Душевно, земное и бесовское. Это все вот наше плоское. Наше то, чему мы прилеплены в этой жизни. Всичко, към което сме прилепени в този сет. Иисус все это выкупает. Но для чего Он это выкупает? Но за какво правит его? Для чего Он заплатил такую дорогую цену? За какво платила тази цена? Цена своей души. Цената на своя душа. Душу свою отдал. Той отдал своя душа. Чтобы потом в этом поле. После в това поле. В грязном поле. В мрозном поле. Откопать драгоценную жемчужину. Да намеряя скупоценную перу. Аллилуйя. Откопать драгоценную жемчужину. Да, изрови скопоценную перу. Для него она так драгоценна. За него тя е толкова скыпа. Как это надо хранить? С 24 стиха. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Отмахни от себе си опырничави уста и отдалечи от себе си разратени устни. Глаза твои пусть прямо смотрят и ресницы твои направлено будут прямо пред тобою. Очи да ти нека гледат право напред и клипачите ти нека бъдат управени право пред тебе. Обдумай стезю для ноги твои и все пути твои да бъдат тверди. Обмисля внимателно петеката на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не уклоняй се ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Не се отбивай ни надяство, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Смотрите, это наша ответственность. Това е наша отговорност. Хранит себя. Да пазим себе си. Хранит себя от зла. Допазим себе си от зло. Двадцать восьмой стих. Потому что пути правые наблюдает Господь. За что ты правит и пытища наблюдава Господь? А левые? А леви ты? Когда налево пошел? Код пыти ваш наляву? Они испорчены. Он же прямыми сделает пути твои и шествия твои в мире устроит. То есть на праве пытища тип правые и шествия тут и что ты устрои. То есть чем больше ты приближаешься к Богу, тем более прямыми становятся твои пути. Знаешь, иногда какому-то человеку столько много времени и усилий доставляет, чтобы до чего-то добраться. До чего-то дойти. Понял, когда человек полагает толкова усилия, за да достигне нечто. Что-то уразуметь. Да разбере нечто. Что-то понять в жизни. Да разбере нечто в живота. Потому что он идет вот так. Что-то върви. Обходными путями. Така. За обикаля. Но праведен человек. Он ходит путями прямыми. Той ходит по праве пытища. Потому что Бог исправляет его пути. За что-то Бог исправил неговите пытища. И тот, что для кого-то может быть десятилетия. За някого может быть десятилетия. Ты можешь достичь это за один день. Ты можешь да го достигнешь за один день. Скажи аминь. Скажите аминь. Слава нашему Господу. Слава нашему Богу. И вы знаете, как хранить сердце? Как допасим своё это сердце? Хотите узнать? Из какого ты научите? Сердце. Я когда-то очень так с пристрастием изучал учения. Которые касались сердца, души. Что есть душа, что есть тело. Сейчас. И вот когда я подошёл к понятию сердца. Оно напрямую связано с понятием дух человека. Который из чего состоит? Кое-то от какого се застои? И вот понятие духа человека. Понятие дух на человек. Это совесть. Това совесть. И очень важно иметь омытую совесть. Омытую кровь Иисус Христа. И много важно да имате совесть, которая елмита от крови на Иисус. Очищенную. Да им да бъде очищена. И омывается она только Богом. И тя может да се уми и саму с Богом. Мы сами не можем очистить свою совесть. Не можем сами да я очистим. Как бы ни старались. Как бы ни старались. Второе понятие это интуиция. Второе понятие интуиция. Это духовное понятие. Твое духовное понятие. Иногда интуитивно мы что-то можем почувствовать. Понял, как интуитивно мы можем да усетим нечто. То, что интеллектуально мы никогда не сможем понять. Кое-то интеллектуально не можем да го разберим. И вот третья категория. И третья категория. Это общение с Богом. Твое общение с Богом. Это такая дверка. Твое вратичко. в которой периодически стучит Иисус Христос и говорит, отворите, откройте. Искам да влязам. И да сотворя вечерята на любовь. Искам да общаться с вами. И вы знаете, в общение с Богом можно войти только через сердце. Ты не можешь войти к Богу на плоском уровне. Поэтому апостол Павел пишет, что телесные упражнения, что они? Они мало полезны. И зато апостол Павел пишет, что телесные упражнения мало полезны. Для духовного мира это вообще ни о чем. Душевно мы тоже не можем войти к Богу. Многие хотят вычислить Бога. Отцифровать Его. Поместить Его в какую-то колбочку. И понять, в чем Его сущность. Возможно ли это? Слово Божие говорит, что душевные духовных вещей не понимают. И не сможет никогда понять. Душевен человек не разбира духовные неща. И почитает это чем? И почитает это безумие. И почитает это безумие. Весть о Кресте юродство есть. Безумие. И весть за Христос и безумие за Тихо. То есть своей душой мы Бога понять тоже не можем. И не можем Его вместить. Мы можем прикасаться к Нему только в духе. Можем да го докосвам само с духа. Ну вот понятие духа человека. Понятие на духа на човека. Знаете, я как-то встречал человека. Такого. Срештах таков человек. Который одно время жил в Бургасе. Который одно время и живял в Бургасе. И мы имели общение. И упротувахме с Него. И я периодически спрашиваю, как у тебя дела? По Него го опитах, как и той. И он мне обычно отвечал. И то обикновенно мне казывал. Да никак вообще. Никак. Пустой, как барабан. А он христианин. А то я христианин. По крайней мере, он считает себя христианином. Вообще дела не клеются. Ничего не хочется уже делать. Я уже даже из дома не выхожу. Просто хочется вот так лежать. Просто у меня лежи. Я проясняю его жизнь. Я проясняю Вам Него и живот. Ты в духе вообще бываешь? Входишь ли ты во святая святых Бога? Влезешь во святая святых. Ты о чем вообще? И теперь ты за кого говоришь? Да кто я такой вообще? Кое самас. За да влезем там. Ну, знаете, дух. Кем и чем он укрепляется? Ну, дух. Дух. С какого с укрепляем. Ты не можешь его натренировать в тренажерном зале. Не можешь, так тренируешь в фитнесе. Бесполезно читать какие-то интеллектуальные книжки. И безполезно читать интеллектуальные книги. Чтоб свой дух укрепить. За да укрепишь своя духовка. Или кому-то помогает. Или като помогаш на никого. Шахмат и безполезно играет. Шахмат и безполезно играет. Шахмат и безполезно за това. За да наполнишь свой дух. Дух человека наполняется только одной сущностью. Он для этого предназначен. Он для этого был создан. Бог вдохнул дыхание жизни своей. Куда он вдохнул? В дух человека. В сердце человека. И тогда стала душа, какова она стала? Только тогда она жила. Не наоборот, не через желудок душа оживает. Не через познание каких-то истин. Кроме одной истины, конечно. Знание много, но истина одна. Знание – это со многу, но истина – это одна. И я открою такое уникальное место. Что утворено уникальное место. Оно написано в знаменитый, самый длинный, 118-й псалом. 118-й псалом. Где Давид задает вопрос. Когда Давид задавал вопрос. 118-й псалом с 9-го стиха. 118-й псалом, 9-й стих. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Как что учисти молодежи пытьясь? И дается такой очень четкий и ясный ответ. И создавал ясный отговор. Это тот же самый ответ, как сохранить свое сердце. Твой слышите отговор, когда запасим сердце души? Как наполнить свой дух? Когда исполним свой дух? Хранением себя по слову твоему. Которому давал внимание спорить твою эту слову. Давид получает такое откровение. Хранением себя по слову твоему. Которому давал внимание спорить твою это слово. Что сохраняет наше сердце? Слово от Господа. Слово от Бога. Получено откровение. Получено откровение. Когда ты читаешь Божие слово. Когда ты упражняешь себя. В духе. В духе. Ара бас, ара бара дай. Вот для души это безумие. За душа твоя удост. А вы знаете, я так себе упражняю. Но я так упражняю вам в себе. Когда я чувствую, что дух мой начинает падать. Когда усещаем, что дух мой започет падать. Я еду, например, в Бургас. Путываю в Бургас. И я молюсь на иных языках. И молю на другие языки. В Бургасе у нас, кстати, открывается очередная домашняя церковь. И в Бургасе утворяет одна домашняя церковь. Есть желающие. Има желающие хоро. Есть люди, которые хотят приходить. Кои-то искают да идут. И слышат Слово Божие. И дочуват Слово-то на Бог. И слава Богу за это. И слава на Бога за это. Я еду и молюсь. Путывам и се моля. Я понимаю, что от моления на иных языках. И разбирам, что от молитвы на чужие языки. От того, что я молюсь Духом. Назидание получает только мое сердце. Поначалу. Мой Дух наполняется. Мой Дух се испыл ва. Потом настроение поднимается. Настроение се вдига. Мозги очищаются. Мозыка, сучиство. И приходит бодрость. И наступила бодрость. Я помню, как мы один раз попали в такую ситуацию. Помню, как в одних попадах мы в одна ситуация. Мы были тогда еще в Унчхоне. И нам надо было срочно поехать в аэропорт. Потому что мы опаздывали. И наша благословенная сестра. Эльвира Ви. Которая прилетала к нам сюда, в Варну. И проводила служение исцеления. Саша Коновалова должна ее хорошо помнить. Она научила ее топать ногой. И говорит. Пошел вон во имя Иисуса Христа. Дьявол. И вот эта сестра взялась нас быстро довезти на своей машине. А был уже поздний вечер. И мы ехали на большой скорости. И путевых мы с Гуляма скорость. И в один момент Эльвира говорит. В один момент Эльвира говорит. Вы знаете, я засыпаю. Я просто засыпаю. Знаете ли вечер со спивом? У меня глаза закрываются. Учительницы затворят. Я говорю. Ну давай, может быть, я сяду за руль. Я пойду. Искай шанс до каранку. Она говорит. Ну в Южной Корее это нельзя делать. И оказывается, в Южной Корее не можешь доправить. Я не помню, почему это нельзя было делать. Не помню, за что не можешь мы доправить. Она не захотела меняться. Едет дальше. Я говорю. Эльвира, хочешь, я поделюсь своим опытом? А это духовная сестра. Молись духом. И мы будем вместе с тобой молиться духом. И мы начали молиться. Я был, Наташа была, Наталья была. И мы начинаем громко молиться. И у нее, смотрю, глаза начинают вот так открываться. О, работает. И тебе оказывается, о, в твоей работе. О, получается. Получалось. И она уже спать не хочет. Она опять едет. Я вечер низко доспи. Через какое-то время перестали молиться. В следовременно спрях мы досы молим. И она опять начинает засыпать. И тебя опять за почву доспила. А, говорит, я уже знаю. И тебе оказывается, о, свечер знал. И опять давай молиться. И опять почву мы досы молим. И вот так мы долетели. И так успех мы налетишь. И мы не опознали, конечно. И не закоснях мы. Продолжение ответа. И продолжение на отговор. Как сохранить свое сердце. Как да запасишь свое сердце. Всем сердцем моим ищу тебя. От все сердце, от все сердце, те потърсях. Возлюбить Господа Бога всем сердцем. Всей душой. Прилепиться к Нему. Да обичаешь Бог с целото сердце. Да се хванеш за Него. И поставлена точка запятой. И то есть, как следствие. Когда мы наполняемся в духе. Потом уже. После. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Потом уже. После вечера. Когда ты соединился. И потом уже вместе с Богом. И вечер заодно с Бог. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. И не мил ставишь Да заблудил от заповедей тети Почему так? Потому что без Бога Ты не можешь исполнять Его заповеди Согласен ли ты с мной? Может кто-то пытался? Я пытался У меня ничего не получилось Может быть только какая-то Самоправедность приходит Когда немножко получается Сразу приходит духовная гордость И идёт духовная гордость Какой я духовный и супердуховный человек? И тут же приходит падение Но когда в полном уповании на Бога Когда твое я растворилось в Его я Когда ты понимаешь, что не я Но благодать Христова, которая во мне Тогда заповеди Господни не тяжкие Потому что они исполняются Его благодать Его силой С Его Духом И с Неговият Дух Через наш Дух Через наше сердце Осознаете ли вы, насколько важно Упражняйте свой Дух? Это очень важно Никто за вас и вместо вас этого не сделает Никто вместо вас не могу направить Молиться Духом Уходить во святая святых Богу Да влезете во святая святых к Богу Читать Слово Божье Да читайте Слово Туна Бога Быть в собрании святых И да будете в собрании на свете Значит, что нас ждёт на небесах? Знаете ли, как вы не учагу на небесах? Сон святых собранных вместе Так много Что даже Бог это не может сосчитать Невероятно множество обращенных из язычников И определенное количество, которое обращено из евреев И определенное количество культуса евреев 11 стих 11 стих В сердце моём сокрыл я Слово Твоё В сердце туси упазих Твое Твоё Вот он секрет Твое тайна там В сердце моём сокрыл я Слово Твоё В сердце туси упазих Твоё Твоё А вы знаете, о чём 118-й псалом? Знаете ли, за какой 118-й псалом? Самый длинный псалом Ну, настолько длинный Только в одолок что пока ты там вот так от начала до конца его прочитаешь, тоже не помнишь, что в начале было написано. Но я скажу суть этого псалома. Весь этот псалом об откровении. Насколько оно сладко. Насколько оно сладостно. Насколько оно спасает. Насколько оно окрыляет. И насколько оно защищает мое сердце. Более всего хранимого храни сердце свое. Как сохранить его? Хранением себя по Слову Всемогущего. Всем сердцем искать его. Вместе с ним не уклоняться от заповеди. Благодаря его благодати. В сердце своем сокрыть Слово его. И в сердцето си да упазиш Неговото Слово. Чтобы не грешить. За да не се грешаваш. Можете сказать на это Аминь? Это очень важно и мощное Слово сегодня. Важно Слово днеска. И сегодня я перейду к основной теме. И она написана в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка. В пятой главе. Я приведу вам сегодня одну историю. Что вы расскажете на историю Нейс? Которая просто уникальна. Куято уникальна. Я так особо никогда не ставил акцент на этом моменте. Предельный Сын поставил акцент на то же момент. Евангелие от Марка. Пятая глава. Евангелие от Марка. Пятая глава. С двадцать первого стиха. От двайся пырвий стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. Куято Иисус пак примена свладеет на утвыд на та страна, собраса при Него гуляму множество и той бейший край Эйзероту. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его. Начальник синагоги упал к ногам Иисус Христа. И усильно просит его, говоря. Дочь моя присмерть. Малката ми дещеря бере душа. Приди и возложи на Нио руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с Ним. За Ним следовало множество народа и теснили Его. И едно голямо множество вървеше по дирему и хората го притискаха. Очень сегодня хотел, вот чтобы мы прониклись в эту историю. Потому что, когда я осознал во время своего недуга в течение трех дней, я просто вот так лежал пластом и не мог встать. И мне как-то эта история стала очень близка. И та же история стала немного близка. Я думаю, что Господь просто немножко приоткрыл завесу. Когда начальник синагоги упал к ногам Иисуса Христа. Что это символизировало? Начальник синагоги он просто сложил свои полномочия. Свои регалии. Потому что в основном фарисеи не принимали Иисуса Христа. Они находились в оппозиции. А тут начальник синагоги в синагоге падает к ногам Иисуса Христа. И он этим выразил о том, что он почитает Учителя. Он склоняется перед Ним. И слагает перед Ним все свои медали. И просит у Него. И молит. Со стороны это выглядело, конечно, для кого-то могло показать насколько унизился Иаир. Мы же его знаем. Это же сам начальник синагоги. Но что произошло? Что произошло такого? Что начальник синагоги упал? И они услышали, что дочь моя при смерти. Приди и возложи на Него руки. Чтобы она выздоровела и осталась жива. Что продемонстрировал Иаир здесь? Иаир демонстрирует свою веру. Правда? Он верил что если Иисус Христос войдет в Его дом че ако Иисус Христос влезе в Неговата къща возложит руки на Его дочь сложи рецета вверху Неговата дъщеря которая при смерти она тут же выздоровеет и останется живой. И остане жива. Ну, правильно же? Слово Божие говорит, что мы можем угодить Богу только чем? Слово на Бога казва, че можем да угодим на Бог но вот только веры. Само с веры. Мы ничем больше Бога угодить не можем. С нищо повече не можем да Му угодим. И надобно, чтобы мы веровали. И треба да верваме. Вот Иаир поверил Иаир поверва. И этим угодил Иисусу Христу. И с това угожда на Иисус Христос. И Иисус пошел с ним, написано. И Иисус отиде с него. И если бы Иаир пришел к нему со своими теологическими знаниями. Ако Иаир беше дошел к нему со своите теологическими знаниями. И начал бы демонстрировать свои регалии. Ако показваше своите регалии. Да ты знаешь, кто я такой. Знаешь ли, кой съм аз? Я начальник большой здесь. Аз съм голям началник. Меня здесь все знают. Ты должен пойти со мной. Трябва да дойдешь с мен. Потому что я приказываю тебе. Пошел бы Иисус Христос с таким человеком. Иисус не смотрит на регалии, правда? Иисус не глядя вверху регалии. Он смотрит на сердце человека. И самое главное, есть ли там вера в этом сердце? И Аир продемонстрировал свое смирение, кротость, сокрушение и веру. И Аир демонстрировал свое смирение, кротость и вера. И я думаю, что Вот Иаиру удалось убедить Иисус Христа, великого Учителя. Мысля, че Иаир успел доубеди Иисус Христос, великого Учителя. Величающего Целителя всех времен. Найвеликий Целитель на всички времена. Который демонстрировал невероятную силу. Кое-то демонстрировало невероятную силу. И вот Иисус пошел с Иаиром. Иисус утешил с Иаир. Как вы думаете, с каким благоговением шел рядом Иаир? Как мыслите, с какого благоговения Вот Иаир идет, ведет Иисус Христа. И я думаю, что в его сердце было только одно. Иисус идет в мой дом. И ничто не должно помешать этому. Он будет у меня сегодня дома. И он возложит руки на мою дочь, которая умирает сейчас. И конечно же Иаир шел с трепетом. У него было сильное желание, чтобы ничто не смогло помешать этому. В таком страхе. В благоговении. Вот он как бы вот так вот просто вот сопровождает Иисус Христа. И буквально сканирует все пространство. Чтобы ничто не помешало. Иисус Христу даже остановиться. Иисус Христос поне за малку да спре. И тут происходит. И се случва одно нещо. Мы много раз разбирали это место из Писания. Много пыти сме разглеждали това място от Библията. Вдруг появляется какая-то женщина. Появлялась у меня какого-то жена. Которая страдала кровотечение 12 лет. Которая страдала от кровотечения 12 години. Не буду подробно. Она тайно прикоснулась к Иисусу Христу. И че тайно докоснул Иисус Христос. Никто этого не видел. Никто не видел това. В том числе и Иаир. Дури и Иаир. И Иисус Христос останавливается. Иисус Христос спиром. И для Иаира это было что-то очень напрягающее. Зачем Иисус? Зачем ты остановился? Пойдем дальше. Может быть он дергал его за рукав. Идем, идем, идем Иисус. Не останавливайся. Иисус останавливается, поворачивается. А кто это прикоснулся ко мне? И смотрит в толпе. Кто это? Кое вещь этого? И женщина признается ему. И даже она ему признала. Зная, что с ней произошло, подошла и пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей. Это уже 33 стих. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. А жената уплашена и растреперана, как узнаешь, что стану от уснея до идеи падна пред него и моказа сняла тесня. Все то, что с ней происходило за 12 лет. Вот во всех ее женских подробностях. Во всех ее женских подробностях. Она начинает объяснять. Тя за почва дообъясняла. Иисус, ты знаешь, что 12 лет тому назад. Иисус, знаешь ли, что приди 12 години. Вдруг ни с того ни с сего. Из в одну ж. У меня началось кровотечение. Започено кровотечение. И эта кровь не останавливала. Я пошла к одному доктору. Он назначал свои какие-то пилюли, какие-то лекарства. Но это не помогло. Пошла к другому доктору. К третьему, четвертому, пятому. И женщина рассказывала, рассказывала. Ну, как женщины умеют рассказывать. Как-то уже не ты мог это рассказывать. Потому что у женщин все связано со всем. Мы знаем, да? Че прижините сичку и свырзну со сичку. И они опять это переживают со всей своей эмоциональностью. И ты так переживала с целой эмоциональности. Я не знаю, сколько этот монолог длился. Не знаю, сколько этот монолог длился. Но я не думаю, что это было коротко. Но не мыслят, что это было кратко. И посмотрите на лицо Иаира. И поглядите лицету на Иаира. Вот он стоит. То есть туи. И слушает вот это. Слушает вам. Какое-то кровотечение. Там у меня душ умирает лежит. А эта со своими кровями здесь подошла. А я со своими кровями душу оттуда. Получила исцеление. Пошла волосы выбирать. Получила исцеление. Что ты пристала к моему учителю, да? Он идет со мной домой. Ты что, не видишь? Вот ничего этого Иаир не сказал. То есть ничего твоего Иаир не сказал. Почему? За что? Потому что он был в страхе. Он боялся, что может быть, если какое-то слово учителю не понравится, он может развернуться и вообще уйти. То есть страховый человек у меня к слову не хареса на учителя. Поэт Маир стоял рядом. И в смирении, сокрушении, в терпении. И в смирении, терпении. И долготерпении. И долготерпении. Стоял и слушал все это. То есть стоял и слушал. И ждал. И очакал. Ну пусть она выговорится. Что Иисус отвечает ей. Какого Иисус что ей каже? Когда женщина выговорилась. Готово жената рассказывает всичку. Высказал ему все. Иисус сказал ей. Черь. Дыштерю. Вера твоя спасла тебя. Твой-то вера, ты исцели. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Идись из мира и будь здрава от боли Стаси. А еще перед этим Иисус сказал, что его сила оставила. А перед этого Иисус сказал, что человеку эта сила его оставила. Что кто-то прикоснулся. Человеку его докоснул. И сила ушла. И сила твоя заминула. И как думаете, Иаир на это отреагировал? Как мысли ты, Иаир, реагировал на това? Сила куда-то ушла. Куда сила ушла? Это сила мне нужна сейчас, чтобы дочь мою к жизни вернуть. Ты кому прикоснулась вообще? Зачем ты это сделала? Безобразие. Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Женщина получила исцеление. Женщина получила исцеление. И здесь происходит. То есть о чем я сегодня? О том, что на человека пришли такие обстоятельства. Человек при негу до этого обстоятельства. И у этого человека была вера. То есть человек имел веру. Но эта вера была в каком-то таком отчаянном состоянии. Потому что обстоятельства, которые складывались, они были все против Него. И что дальше происходит? Какой случился после? Когда Он еще это говорил, когда Иисус Христос произносил вот эту фразу, вот этой женщине, которая взяла у Него силу, приходит от начальника синагога и говорят, дохождат от кышто на начальника на синагогата и казват, дочь твоя умерла. Дождь терять и умря. Конец. Край. Что еще утруждаешь учителя? За что вече затрудняваш учителя? Представьте себя на месте Яира. Представьте себя на месте Яира. Вот Он так вел Иисус Христа в Свой дом. Он так верил. Что Иисус Христос придет и возложит руки. Его дочь получит точно такое же исцеление, как вот только что женщина получила. И тут к Нему приходят и говорят, дочь твоя умерла. Не надо больше утруждать учителя. Вече не треба да затрудняваш учителя. Отстань от него. Иди домой и хорони свою дочь. Прибирайся в кышче и да погребвашь свой тадештыря. Что происходило с Яиром? Какво случилось с Яиром? Просто хотя бы представьте это. Просто себе представьте. Отчаяние. Отчаяние. Я не знаю. Я думаю, что у каждого из нас кто-то умирал. Из самых близких. Мисляйте, что все, кто един из нас претерпевал загуба на близких человек. Какая-то страшная боль. Твоя страшная болка. И просто хочется иногда опустить руки. Поняку эти сиска да свалишь с рецептесси, да се продадеш. Просто все рушится на глазах. И сичку се разрушава перед учитетей. С 36 стиха. У 36 стих. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги. Не бойся. Только веруй. А Иисус, като дочу думата, която говорих, е казано на начальника на синагогата. Не бойся, само веруй. И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. И никому не позволил, да го придружил, свин на Петра, Якова и Яковове брат Иоанн. Почему? За что? Потому что вот эти трое. За что-то тези трима. Мы знаем, что это были столпы. Знаем, что те са били като стылбове. У всех этих троих была очень мощная вера. Всички тези трима, те са имали мощная вера. Иисус Христу нужны были верующие. Иисус Христос се нуждал от верующих. У других апостолов вера была пока еще не утверждена. Другите апостоли имаха малко-по малка вера. Ему нужно был аккумулятор. Трябваше ему батерия. От своих вот этих мощных учеников. Он их взял с собой. Той ги взял с себе си. Приходит в дом начальника синагоги. И като дохожда до кыштата на начальника на синагогата. И видит сметение. Той вижда волнение. И плачущих. И млузина, които плачаха. И вопиющих громко. И пищаха много. То есть там в доме уже готовится к похоронам. В кыштата вече са сиготвили за погребение. Траурная агенция уже там. Траурная агенция вече была там. Пока эта женщина рассказывала всю свою историю. Докато даже жена ей рассказывала целата си история. Уже гроб приготовили. Вече гроб заприкотвили. Плакальщиц профессиональных позвали. Профессионал не... И они уже там плачут во весь голос. Голосы вопияют. Громко написано. Профессионал, ноги саги повикали. Вече ты плачешь там сцелеси глаз. Там уже все готово. Всичко готово там вече. И представляете сердце Яира. Представете сердце Зона Яир. Он входит в свой дом. То и влезав кыштата си. Плачь, смятение. Има плачь, волнение. Вопль. И водя говорит им Иисус. И като влезе каза им. Что смущаетесь и плачете. За что правят и волнение и плачете. Девиса не умерла. Но спит. И что стали делать? И над Иисусом Христом начали смеяться. Представьте себе. На похоронах. Только что профессиональные плакарщицы плакали. И тут они начинают просто смеяться. И ты заплачешь, чтобы се смеются. Смеяться над учителем. Еще один такой факт. Может один факт? Давление на общественное мнение. На сердце Иаира. Иаир, о чем ты вообще? Кого ты привел в наш дом? Твоя дочь умерла. Что с твоей головой вообще происходит? Ты что? С ума что ли? Тут такой траур. Такая трагедия случилась. А Иисус еще. Твой учитель говорит о том, что она. А твой учитель указывает, что тебя. Она просто спит. Тебя просто спит. Уснула. Просто заспала. Что с ума можно сойти просто? Може да поудеешь. И смеялись над ним, но он выслал всех. Берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним. И входит туда, где девица лежала. А те му се присмиваха, но той, като изкара навын всичките, взема бащата и майката на детето, и они, които бяха с него, влизат там, где то беше детето. И взяв девицу за руку, говорит ей. И като хвана детето за руку, каза му. Талифа куми. Талифа куми. Это тема моей проповеди сегодня. Талифа куми. Талифа куми. Что значит? Кое то значит? Девица, тебе говорю, встань. Мумиче, тебе казано встань. И девица то, че встала и начала ходить, ему была лет двенадцати. Видевши, пришли в великое изумление. Напрасна ли была вера Яира? Я думаю, что каждый из нас сегодня ответит. Конечно же нет. Он не зря верил. Той не верил напрасно. И в конечном итоге получил по вере своей. И в край получил по своя вера. Хотя все, абсолютно все было против Ирия. Обаче всичко было против него. До последнего обстоятельства. До последнего обстоятельства. Все было в такой натуге. Всичко было толкова напряжено. Что вера, может быть, другого человека, она просто бы поломалась. И, может быть, никто другой бы не дошел до конца. Может быть, никого друг нямаше да дойде до край. Но Иаир дошел. Но Иаир е стигнал до край. Знаете ли, о чем я сегодня? Знаете ли, за какво казам днес? Талифа куми. Талифа куми. Сегодня Господь обращается к нам. Днеска Господь се обръща к нам. Если кому-то из вас кажется, Ако на някого от вас му се струва, Что-то во мне умерло. Че нещо е умряло в теб. А мои мечты можно забыть. За моята мечта можеш вече да забравиш. Мой бизнес умирает. Моя бизнес умира. Кто-то из моих родных находится на грани. Някои от моите родни не се намира на грани. Мои ближайши родственни находятся в тяжелейшей депресии. Един от моите родни не се намира в депресии. Ему просто уже не хочется жить. Той вече не иска да живее. Пусть в твою жизнь придет вера Иаира. Нека в твое живот дойде вера на Иаир. Который просто упадет перед Иисусом. Която просто ще падне перед Иисус. И попросит у Него. И ще помоли. Войди в мой дом, Иисус. Той да влезе в мое кашто. Возложи только руки. Служи своите реце. Само реце. На моих родственников. Верху моите роднини. На мою дочь, на моего сына. Моя деща, моя сына. На моего мужа или моего. Моя муж или моя жена. Мою маму или на моего отца. На моите родители. Я верю в Тебе. Вярвам в Тебе. Че ако дойдеш днес. И сложиш рецете си. Може би това ще бъде през някакъв човек от церквата. Може би това ще бъде през някакъв човек от церквата. Някакъв духовен човек, брат или сестра. Которой Ти доверяеш. На когото доверяваш. Придет и возложат руки. Щто дойде и ще сложи рецето си. Исус Ти обещал в Евангелие от Марка. Исус Ти обещал в Евангелие от Марка. Щто если возложат руки на больных. Человеку возложат рецето си на болните. Те, що будат исцелени. Войди в мой дом, пожалуйста. Влез в мое такъжто. Возложи, сделай это. Направи Тва. Я доверяю Тебе. Аз Ти се доверявам. И сразу ничего не произойдет. И може би веднага няма да се случи нищо. И начнут са такие обстоятельства. Ще почнат някакви обстоятельства. Которые будут все против Тебя. Които ще бъдат всички срещу Тебя. И будут ломать Твою веру. Те ще се опитат да щупят Твоята вяра. Над Тобой будут смеяся. Ще Ти се присмиват. Женщина кака нибудь станет. Някаква жена ще стане. И начнет забалтават. И ще започне да говори много. Такая болтавня, да? Ще има много говорени. Трой суток ее слушаш, ана не може да остановися. Мече три недоношки тя слушаш, но тя не може да спре. Мы вчера с Натали поехали до Вкранево. Вчера с Натали отидохме в Вкранево. Любим, но думай, надо после того, как я остановился, пропариться хорошо. След като се съм встановил, трябва да... Зашли в сауну. Да отидем в сауна. Много добра пара имаше там. Но это не в осуждение, но как пример. Като пример. И зашли две женщины. И влязоха две жени. Незнакомые. Не познатли. Сперва зашла одна. Началото влезе една. Потом зашла другая. После друга. И одна что-то от другой спросила. И едната пита нещо другата жена. И другая начала ей отвечать. И они начали знакомиться. Другата ей отговори. Те почнах да се познават. Как дела у ее родственников, как и у ее родственников, хотя они не знают. Дела как и при родственнице, на едната, на другата. Ты где жила раньше? Ты где работала? Ты вообще откуда? Откуда? И этого знаете. Ну просто вот мы лежим, да? И вот это все слушаем. И конца и края нет. И няма край. И вот такое тоже может быть. И твам может все, что я созвучу. На пути к окончательному результату, да? Попытя к крайней результату. Я уже внутренне начинаю просто молиться. В отрешно започвенности моля в такивой ситуации. Мне нравится один хороший пример. Недавно я прочитал. Харе с вами один пример, какой-то прочитах на скором. Одна женщина. Одна жена. После служения подходит к пастору. Следующая служба. Идет при пастора. И говорит. И сказал. Пастор, я принял решение. Пастор, приехал в решение. Я принял решение уйти из церкви. Взял решение, дотрогнул, напустил на церковь. Почему, спросил пастор. И пастор питал, за что? Потому что та сестра вот так вот сказала, посмотрела на меня. У нас здесь сестра и казала нечто, и поглядывал ко мне. Тут брат вот что, тоже чем-то занимается. А он, брат, занимался нечто. Да и вы, пастор, тоже не без греха. И вы, пастор, не сте без греха. Прославление никудышное. Хваление это не много дупрого. Молитвы ни о чем. Молитвы с... Дети бегают что-то, смеются. Децатва бегают, смеют. Не хочу больше ходить. Ни с кому получше доходе. И пастор ей ответил. Может быть, кто-то читал эту историю. И пастор ей отговорил. Может быть, некую чел-то из истории. Или тема, как уйти из церкви. Придите до напускной церкви. Я хотел попросить вас сделать одно. И с кому направить одно нечто. И потом вы можете спокойно уходить. И с этого можете спокойно напускать. Вы смогли бы это сделать ради Христа? Бихтали могли бы направить ради Христоса. Ну, что? Что надо сделать? Какую траву направим? Наберите стакан полной воды. На полной этой чаши воды. Прямо, чтобы до края. До края. И обойдите нашу церковь по кругу. И за обе кулеты церкви-то не... И что? И это все? И тебя питают во всех кулетах? Да. Я сказал, да. И женщина взяла этот стакан. Жената взяла тоже чашу. Такими дрожащими руками. Со стакан был полный. И потихонечку мелкими шажками пошла вокруг церкви. И еле-еле потихонечку, она почти в течение часа, Она обошла церковь. И сейчас тебя заобекулила церковь. Подошла к пастырю. Я дойду при пастыру. Пастыр, у меня получилось. Пастыр, получился. Ну, там почти ничего не проявлялось. Почти. Почти не себя проявляло ничто. Но я вот старалась. И смотрите, стакан по-прежнему полный. И тогда пастыр спросил у нее. А вы заметили, что дети бегали вокруг вас? Нет, не заметила. А вы заметили, что мимо вас тот брат прошел, Который наговорил про вас что-то? Нет, я не заметил этого брата. А сестру, которая тоже прошла и чуть вас не сбила? И сестру тоже я не видел. А группа прославления, которая там в зале пела после служения, Не репетировала еще. Нет, пастыр, я ничего не слышал. Говорит, почему? Почему вы всего этого не видели, что вас так раздражает? Что вас сегодня выводит из церкви? Почему вы всего этого не замечали? Она говорит, ну, потому что я была вся сконцентрирована на том, Чтобы воду не пролить. Чтобы вода не пролилась. Наверное, поэтому. Может быть, за ради этого. Вы понимаете, почему я вас попросил это сделать? Нет, не понимаю, пастыр. Когда вы приходите в церковь, Будьте настолько сконцентрированы на Иисусе Христе. Чтобы ни капли благодати не пролилось, Которая направлена в ваше сердце. Вот с таким благоговением. С таково благоговение. Вот с таким трепетом. И что тогда произойдет? Вы перестанете замечать. Кто там вокруг вас что-то говорит. Че някой около вас казва нечто. Что-то делает. Какова некая правилка у вас. Хороший пример, правда? И это имеет отражение и в Писании. Твое имя отражение в Писании. Вы помните историю про медного змея? История за змей. Когда змеи, реальные змеи, начали кусать Израиля. Куда-то змеи започны хапят в Израил. Бог сказал Моисею взять жезл. Бог казал на Моисея да вземе... И водрузить на него медного змея. Да вземе... Который есть... Жезл. Прообраз Иисус Христа нашего Господа. Който прообраз на Иисус Христос. И в тот момент, когда Израиль, народ Божий, смотрел на медного змея. И когато народът гледал този меден змей... Змеи продолжали кусать. Змеите са продолжавали да хапят. Но не причиняли уже Израилу никакого вреда. Но вече не са причинявали болка. Понимаете, да, че... Как важно смотреть на Иисус Христа? Колко е важно да гледаме на Иисус. Как важно смотреть только на Иисус Христа? Само върху Него. Ему была больнее. Той имал повече болка. Он взял грех сего мира на себя. Пригвозил проклятие всего мира на Голгофский крест. Не осудил своих противников. Благословлял своих палачей. Вот достойный пример. На который я хочу смотреть. И не отводить от него взгляд. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Давайте мы сегодня помолимся. Давайте мы склоним наши сердца. Господь. Мы склоняемся сегодня пред Тебе. Мы слагаем к Твоим ногам. Все наши регалии. Все наши регалии. Все наши звания. Все наши достижения. Все, чего, может быть, мы своими человеческими усилиями достигли в этой жизни. Всичко, което с человеческими усилиями достигли в нашей жизни. Мы все это бросаем к Твоим ногам. Всичко това го хвырляме пред Твоите крака. И мы просим Тебя. И Те молим. И назовите, пожалуйста, свою какую-то проблему. Возможно, у Вас что-то умирает. Возможно, бизнес находится в каком-то критическом положении. Бог не против Вашего бизнеса. Бог за то, чтобы Он стоял в сердце Вашего, в сердцевине Вашего сердца. На первом месте. И потом Бог желает вас благословить. Пригласите Иисуса Христа в свой дом. Иисус, прошу тебя, влезь в мой дом. Возложи свои руки. На кого-то из моих родных. Кто сейчас находится в проблеме. В каком-то недуге. Господь, благослови Господь меня. А животвори меня, Господь. Направи меня жив. Вдохни в меня вновь дыхание своей жизни. Вдохни в свое сознание. Пусть мой внутренний духовный человек. Укрепиться от тебя. Укрепи от тебя. Научи его жаждать. Научи его есть от тебя. Научи его пить регулярно от тебя. Научи его пить регулярно от тебя. И до позднего вечера. Научи нас быть просто прилепленным к тебе. И искать тебя всем сердцем своим. И более всего храни его. Храни сердце свое. Из которого источники жизни. Под кой-то источник на живот. В котором ты восседаешь на троне моего сердца. Бог, ты восседаешь на троне моего сердца. Устрои, Господь, Отче. Устрой свой совершенный мир в моем сердце. Дай мне найти тебе не со своей праведностью, но с праведностью поверь. Хвала тебе, всемогущий Бог. Спасибо тебе за твое слово сегодня. За веру Иаира. Который все претерпел. Не стал прислушиваться к общественному мнению. К насмешкам. К издевательствам. Каким-то бесполезным разговорам, отвлекающим. А все претерпев, довел тебя до своего дома. И позволил тебе, Иисус, сделать то, что ты сделал. Не только исцелить, но воскресить что-то мертвое к вечной жизни. Господь, мы молимся к тебе с великой благодарностью в молитве согласия во имя Отца и Сына и Святого Духа и во имя нашего Господа Иисуса Христа и народ Божий да скажет Божий народ Аминь Церковь Божия да скажет Аминь Будьте благословенны. Аллилуйя Редактор субтитров А.Семкин